А в Женеве, в штаб-квартире отделения ООН, во Дворце Наций, 7 мая открылась выставка работ советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, особенно известного своим снимком «Знамя над Рейхстагом». Ее инициатором стало Женевское постоянное представительство России в международных организациях. Они надеются, что десятки людей, ежедневно проходящие через холл Дворца Наций, почувствуют главный посыл выставки – необходимость, как и 74 года назад, объединяться против общих врагов. Важность помнить, какой ценой была достигнута победа. В Европе полезно получить такое напоминание о том, каковой была реальность 70 с лишним лет назад, что пережила Европа, какой ценой была достигнута победа. 2,5 миллиона солдат Красной Армии, если я не ошибаюсь, принесли себя в жертву за освобождение Европы. Что сегодня мы видим в современной Европе? Экспозицию назвали фотографией как момент истины. Она включила более сотни работ автора, на которых, как и в хронике, запечатлены события Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну с советским народом. Его первая фотография была сделана 22 июня 1941 года. Он был в Берлине, в Удапеште, в Нюрнберге. Он снимал эксклюзивные фотографии Нюрнбергского процесса. Это все сделал один человек. Представьте, что он работал с одной лейкой в тяжелейших условиях, снимал на фотопленку, которую нужно было проявлять вручную, в нелегких условиях. Это нужно было все печатать. Вы слышали, он летал из Берлина в Москву, чтобы распечатать фотографии. Фото Евгения Халдея часто используют для иллюстрации событий Второй мировой войны и победы Советского Союза Великой Отечественной. Во Дворце нации выставка продлится до 17 мая.